МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лидеры КНР и США оценили восстановление двусторонних отношений. Предприятия КНР и Германии подписали соглашение на сумму более миллиарда долларов. Эксперты из 160 стран посетили Всемирную конференцию по китайскому языку в Пекине. Пара больших панд вернулась на родину из Австралии. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден подвели итоги четырехлетней работы по нормализации двусторонних отношений. Встреча лидеров состоялась в столице Перу на полях саммита АТЭС. Си Цзиньпин подчеркнул, что при Джо Байдене удалось запустить более 20 механизмов китайско-американского сотрудничества. Страны достигли положительных результатов в международных делах и безопасности, экономике и финансах, торговле и сельском хозяйстве, борьбе с глобальным потеплением и гуманитарных обменах. Председатель КНР отметил семь ключевых принципов успешного сотрудничества Пекина и Вашингтона. Среди них правильное восприятие страны-партнера, соответствие слов и действий, равноправие, соблюдение красных линий, расширение диалога, учет интересов граждан и готовность нести ответственность с позицией великой державы. Председатель КНР дал понять, что в Пекине ждут от новой администрации США такого же подхода к развитию связи с Китаем. Руководители и представители ведущих немецких компаний приняли участие в китайско-германской конференции по промышленному сотрудничеству. Мероприятие в Чунцине приурочили к десятилетию всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами. Стороны подписали соглашение о реализации 12 ключевых проектов на общую сумму в миллиард 200 миллионов долларов. Конференция собрала рекордное количество участников за всю историю проведения подобных мероприятий. Я считаю, что это отличная возможность для немецких промышленников встретиться с китайскими представителями власти и бизнеса. Уверен, что эта программа продолжит развиваться. Мы знакомы с китайским производителем электрокаров Ceres уже много лет. Они проделали отличную работу. Чанань также успешно развивается. Когда речь заходит о лидерстве в автопроме, китайские компании точно знают, в каком направлении двигаться и как эффективно внедрять инновации. На конференции участники из Германии познакомились с последними китайскими разработками. На площадке представили технологии для автомобилей на новых источниках энергии, передовые материалы, умное оборудование и другие перспективные решения. Всемирная конференция по китайскому языку собрала в Пекине свыше двух тысяч экспертов, ученых и педагогов из более чем 160 стран. Главные темы – взаимосвязанность, интеграция, наследие и инновации. Участники также обсудили современные методы изучения и преподавания китайского языка как иностранного. Особое внимание уделили подготовке местных педагогов за рубежом, развитию институтов и классов Конфуция. Большинству студентов, изучающих науку и технологии, важно знать, что происходит в Китае. Им нужно читать статьи и другие публикации. Молодые люди получают невероятные перспективы, изучая китайский язык. Соединенные Штаты и КНР тесно связаны друг с другом, независимо от идеологических вопросов. Студенты начинают это понимать, когда они приезжают в Поднебесную. Для них это самый полезный урок. Изучение китайского языка открывает новые возможности. Не просто повышает шансы получить хорошую работу, но и раскрывает сознание, расширяет взгляд на мир. Сеть образовательных центров Конфуция существует уже 20 лет. Ее развернул Международный совет китайского языка при Министерстве образования КНР. Этому юбилею на конференции посвятили тематическую выставку. Сейчас в мире насчитывается почти 500 институтов и 764 класса Конфуция, через которые прошли 20 миллионов учеников. 85 стран включили китайский язык в свои школьные программы. Эксперты уверены, что инновации в продвижении языка Поднебесной полностью оправдаются. Черно-белые мишки Ван-Ван и Фуни покинули Австралию, прожив 15 лет в зоопарке Аделаиды. Они радовали гостей с ноября 2009 года и носили гордое звание единственных больших панд в южном полушарии. Жители города пришли попрощаться с пушистыми любимцами. «Я буду очень скучать по большим пандам. Такое ощущение, что уезжают члены нашей семьи. Жаль, что я их здесь больше не увижу. Надеюсь, они будут счастливы у себя на родине». За время жизни в Австралии Ван-Ван и Фуни не раз пытались произвести потомство, но безуспешно. В Поднебесной у них может появиться еще один шанс. Китайские специалисты возлагают большие надежды на искусственное оплодотворение. А в зоопарк Аделаиды на смену Ван-Ван и Фуни скоро приедет другая пара бамбуковых медведей.